Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос достаточно короткий, муч признался, что любит другую. В браке 7 лет, двое детей. На вопрос определился решительно, ответил не знаю, как мне быть. Я думаю, что данная ситуация достаточно хорошо иллюстрирует для нас то, что вы не можете определиться сами. Вот эта ситуация, она показывает, что вы, ну, не привыкли, как будто бы, определяться сами. Вы хотите, чтобы муж решил за вас. Ну, вам ведь тоже нужна, я думаю, вы согласитесь, с тем, что вам тоже нужна какая-то позиция. Вам тоже нужна своя точка зрения. Вам тоже нужно, как бы, ну, проявлять, скажем так, себя. Вот, и это является, на мой взгляд, основным. То есть, если для вас данный момент является травмой, ну, потому что это означает перемены в вашей жизни, это означает изменения, это означает, что необходимость что-то менять, это означает, что есть, ну, скажем так, какие-то сложности и проблемы. Так вот, если для вас данная ситуация является травматичной, именно, именно травматичной, если вас эта ситуация травмирует, да, то необходимо, то необходимо с травмой работать. Конечно же, это необходимо, чтобы вы, в первую очередь, вот, ну, как бы, признали, что есть травма, что меня, ну, ну, травмировало то, что муж сказал, что любит другую, потому что это неприятно, потому что это болезненно, потому что это тяжело, вот, потому что это нарушает в какой-то степени мою привычную жизнь, вот, а когда привычная жизнь разрушается, вот, то, естественно, человек, человек становится плохо. Вот, это нормально, опять же, это абсолютно нормально, и вам нужно это, в первую очередь, по-видимому, признать, это первое, что необходимо сделать. Второе, что необходимо сделать, это, по-видимому, определиться со своими чувствами к, ну, к мужу, да, то есть какие чувства у меня к мужу, что, э, что чувствую я к своему супругу, вот, хочу ли я с ним быть, например, э, или не хочу я с ним быть, например, люблю я его, например, или нет. Это очень важный момент для того, чтобы вам определиться тем, куда вы будете двигаться дальше, куда и как вы будете двигаться дальше. Вот, вот, пожалуй, такой ответ я бы вам мог бы дать. И если на самом деле вы хотите, э, ну, сохранить свою семью, точнее даже не семью, а отношения, то необходимо самое время ими заняться отношениями, то есть самое время начать и их анализировать, вот. А вы, собственно, перекладываете всю ответственность на своего супруга. Возможно, из-за обиды вы это делаете. Возможно, вы это делаете, э, из-за страха, из чувства страха. Возможно, вы это делаете, э, по какой-то причине ещё. То есть тут есть, э, свои, конечно, нюансы, я думаю, что, э, с этими нюансами нужно тоже разобраться. Я думаю, что эти нюансы, э, э, ну, так же, так же требуют, требуют, э, э, своего внимания. Я думаю, я думаю, так, конечно же. Ну, вот, но, тем не менее, тем не менее. То есть определитесь со своей позицией. Определитесь именно со своими чувствами. Если у вас есть, э, болезненность какая-то, если вам трудно, тяжело, больно, то совсем не обязательно оставаться с этим наедине. Совсем не обязательно. Совсем не обязательно быть один на один с этим. У вас есть возможность воспользоваться, э, э, ну, помощью специалистов. У вас есть возможность получить поддержку. У вас есть возможность, э, э, поискать решения. У вас есть возможность, э, э, взглянуть на эту ситуацию иначе. У вас есть возможность э, э, посмотреть на неё другими глазами. у вас есть возможность решить её. Вот. Если бы я отвечал на ваш вопрос, так скажем, узко или кратко, то я бы ответил на него, я бы ответил на него так. Вот, если прям вот отвечать на вопрос, ну, как вам быть, я бы ответил на вопрос, ну, примерно таким образом. Я бы сказал вам, что как вам быть, забыть или начать отказываться, потихонечку начать отказываться от привычных моделей поведения. То есть начать отказываться от того, как вы обычно себя вели. Вот. Потому что это больше не работает. Так больше работать не будет. Я бы ответил вам на вопрос о том, как вам себя вести, как вам быть. Я бы ответил так. Готовиться к переменам. Вот. Готовиться к переменам, к изменениям. Рассматривать для себя возможность изменений. Вот. Вот так бы я, я бы вам ответил. Если вам страшно, если вам не хочется, то ничего не поделать. Семь лет психологии, как бы семилетний срок очень часто связывают именно с кризисом. Он так и называется этот кризис. Кризис семилет. Понимаете? То есть есть исследования, которые показывают, что именно в семь лет отношений происходит определенная, скажем так, кризисность. Вот. Вот. И, ну, как бы это вот совершенно нормальная история. Да, она неприятная. Ну, вот. Вне всякого сомнения, да, она неприятная. Ну, кризис, он, вот, действительно, мало когда бывает приятным, мало когда хочется, чтобы он был, мало когда хочется, чтобы, ну, имелся в наличии кризис. Это правда. Но, тем не менее, игнорировать его, в смысле, кризис, ну, наверное, было бы неправильно. Вот. Вот. То есть игнорировать факт наличия кризиса. Вот. Вот он есть. Кризис не страшен. Сам, ну, сам, ну, сам, ну, сам по себе. Вот. Кризис абсолютно не страшен. Я бы сказал, что важнее всего, это то, что кризис даёт новые возможности. Вот. Я бы так это, пожалуй, это, пожалуй, ну, сформулировал бы. Вот. Кризис, кризис даёт новые возможности. И вы эти возможности можете увидеть, вы ими можете воспользоваться, вы можете стать более счастливой. А можете игнорировать это и, в общем и целом, тогда ваша жизнь будет достаточно тяжёлой. Тяжелой. Вот как-то, как-то так. Какой-то такой ответ я мог бы вам здесь предложить. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.